На переговорах с Эрдоганом Трамп победил или проиграл? Лично для себя Трамп красиво победил, но нынешняя Америка свою мировую гегемонию в целом все же проиграла. Александр Запольский специально для ИРЭКС за 18 октября 2019 года. Хотя Эрдоган еще за сутки до того и заявлял о своем категорическом нежелании разговаривать ни с кем, ни же Трампа лично, тем не менее в минувший четверг 17 октября 2019 года с американской делегацией встретился. С Помпео диалог занял полтора часа с Пенсом аж четыре. Для некоторых комментаторов это послужило поводом считать неверными все предыдущие оценки геополитического расклада, как по региону, так и конкретно по Турции. Мол, чтобы Леметров и там о себе не думали, Трамп и по сей день обладает способностью жестко вернуть их в строй и заставить делать то, что ему нужно. Однако анализ итогов срочной встречи в Стамбуле показывает, что в динамике происходящих событий на самом деле не изменилось совершенно ничего. При всей красоте внешней упаковки два посланца из Белого дома в действительности привезли условия почетной капитуляции Америки, которых добились героически. Как следует из дальнейшего, великая внешнеполитическая победа Вашингтона над Анкарой сводится к тому, что турецкая армия на 120 часов прекращает ведение огня и приостанавливает продвижение своих частей в глубину территории сирийских курдов. Это очень странный триумф, учитывая, что платой за него является обязательство США обеспечить своевременный отход курдских формирований и боевых подразделений коалиций на 34 километра от сирийско-турецкой границы, что полностью совпадает с заявленными президентом Турции очертаниями границы зоны безопасности. То есть Трамп сдал курдов не просто ввиду негативно сложившихся обстоятельств, а уже официально заключив соглашение с их главным противником, при этом полностью взяв на себя обязанности по выдворению своего недавнего ключевого союзника с их родной земли. Если это должно считаться дипломатической победой Белого дома, то значит я вообще ничего в победах не понимаю. Эрдоган получил не просто все, что хотел, ему досталось даже премия. Если раньше для достижения успеха надо было воевать и потом в мировой прессе за это как-то оправдываться, то теперь его претензии на Северную Сирию признал мировой гегемон, что довольно серьезно усиливает турецкую переговорную позицию на предстоящей через 5 дней встречи с Путиным. Кстати, 120 часов это как раз 5 дней. Что от этого выиграл Трамп? Ну как же, он ведь это все и это все видели, публично приструнил взорвавшегося турецкого Наполеона и принудил его принять отличное американское предложение, что называется плюс один в предвыборную карму как сильному международному политику. И еще плюс один как успешному переговорщику и защитнику экономических интересов США. Пользуясь победой, он сумел избежать необходимости усиливать антитурецкие торговые санкции, больнее бьющие по американским, а не по турецким предприятиям, особенно в металлургии. Польза от этого, конечно, чуть, так как действует прошлое повышение на 40%, но и его Трамп обещает пересмотреть в сторону снижения. Металлурги Америки, поддержите вашего кандидата, и он его потом сделает хорошо. Он обещает. К тому же, хозяин Навального кабинета еще и сумел сдвинуть с мертвой точки вопрос вывода американских войск с Ближнего Востока, в частности из Сирии. Раньше там они застревали из-за невозможности освободиться от обязанности защиты курдов. Теперь, когда победа над ИГИЛ, организация запрещенной в России, объявлена окончательной, а отношения с турками и всеми прочими, названных собственной внутренней проблемой, больше бравым американским военным там делать нечего. Можно уезжать домой. Последнее важно потому, что необходимость закончить войну в том регионе и вернуть армию в казармы является одним из ключевых предвыборных пунктов программы главного конкурента от демократов на выборах 2020 года сенатора Элизабета Оррен. То есть, действующий президент уже лихо решил проблему, к которой конкурентка еще только намеревалась подступиться. Тогда зачем менять того, кто и так хорошо работает? Словом, все получили, что хотели, включая Россию и Асада. В проигравших оказались только курды, которым сегодня остается лишь возмущаться и говорить о своем несогласии о своем несогласии исполнять условия, заключенные без них и вопреки их интересам. Правда, из-за отсутствия там единства, даже по ключевым вопросам, позиции конкретных лидеров между собой сильно отличаются. Например, сирийские демократические силы, боевое подразделение Демократического Союза Курдов с Алихом Услима, соблюдать соглашение Эрдогана Пенса не собирается и намерена продолжать с оружием в руках защищать свои районы. Тогда как представитель автономной администрации сирийских курдов Алдар Хелиль оценил условия прекращения огня позитивно, что до США, то они сделали еще один большой шаг в полной потере своего влияния на Ближнем Востоке. Не от хорошей жизни, да по сути дела это не меняет. Так что в целом, лично для себя, дома Трамп красиво победил, но нынешняя Америка свою мировую гегемонию в целом все же проиграла. Александр Запольский специально для ИРЭКС. На переговорах с Эрдоганом Трамп победил или проиграл?